Година науки на радио НВ Геннадий Мустафаев и Олена Чебак Только спокойно Здравствуйте, Лена, слушатели, добрый вечер Многие из нас пытаются контролировать ту или иную ситуацию Своих родных, мужа, детей, знакомых Возможно, рабочий процесс Иногда все получается, и мы держим ту или иную ситуацию под контролем Но случается так, что что-то идет не так И все в тар-тарары Ситуация потеряна, контроля нет Давайте мы с какого-то примера начнем Контроль Человек контролирует кого-то или что-то Можем ли мы привести пример и уже от этого отталкиваться далее? Пример, конечно, может быть, Лена Но давайте для начала важно сказать Что мы можем контролировать либо людей, либо обстоятельства Так И тогда Вы утюг выключили, Лен? Ой, это такой больной вопрос Утром вроде выключила, а сейчас не помню А сейчас не помню, да? Вот вы сказали, я задумалась Ну, давайте уж доработаем сегодня вечерний эфир И поедете смотреть Вот, но в принципе, конечно, контроль Знаете, ну, то, как мы часто говорим Про что бы то ни было Главное без фанатизма Ну, контроль в норме Положительный контроль Со знаком плюс Он очень здоровый То есть Все бросить на самотек и ничего не контролировать Невозможно Особенно, если мы говорим там Про маленького ребенка Его надо контролировать Потому что в силу дефицита опыта Может быть Вокруг него очень много опасностей Либо мы можем говорить про производство Где надо давать задания И чтобы не было сюрпризов Делать промежуточные контроли И это нормально То есть контроль сам по себе Это здоровое желание контролировать ситуацию Но я бы сегодня хотел говорить Про патологические случаи Про патологию в этом контроле Когда контроль делает нас несвободными И мешает нам жить Когда он переходит все границы Это доходит до какой-то нервотрепки Скажем так Для наших близких И мы контролируем там Где этого делать не нужно Да Когда контроль становится Ну Как воздух необходим И для того, чтобы это получилось Конечно Ну, есть определенные причины По которым мы говорим Но Что нам дает контроль Такое ощущение безопасности окружающей среды Потому что есть иллюзия Что я все контролирую И со мной ничего не произойдет Контроль дает нам уверенность в отношениях Если я знаю каждую секунду Там, где мой партнер То все хорошо И от контроля очень тяжело отказаться Но вот здесь можно сойти с ума Если ты не знаешь, например, что в эту минуту делает твой любимый или любимая Но ты пытаешься узнать Названиваешь, пишешь, контролируешь Мне кажется, что нормальный человек По ту сторону телефона Он не выдержит Подождите, Лен Если человек, например, хирург И у него там трех, четырех, пятичасовая операция Он же не может сказать Пациент, полежите Пациент, полежите И решаются очень серьезные вопросы А жена звонит Просто потому, что скучно Или просто потому, что Ну хочется поговорить И узнать, а где ты А что ты А как настроение И это, конечно Я часто сталкиваюсь с такими ситуациями Когда Жена говорит Я скучаю за тобой И я не контролирую тебя Я просто скучаю А мужчина говорит Ну это не повод Десять раз в день звонить Потому что Ну это не дает сосредоточиться на работе И вот Ну как по мне Это все равно контроль И, конечно Ну хочу Нашим слушателям посоветовать Очень интересную книгу Лиз Бурбо Написала книгу Пять травм В которой Она определяет Контролирующий тип травмы Такое предательство Ну сейчас я Немножко расшифрую Что за предательство Но в принципе Книга интересная И предательство В нашем опыте Подрывает Доверие к миру И если доверие к миру Подорвано То следовательно Человек может рассчитывать Только на себя Только контролируя ситуацию И возникает иллюзия Потому что на самом деле Лена Мы не можем Все проконтролировать Мы не боги Мы не всесильны И проконтролировать Все невозможно Вы знаете Вы сейчас говорите вещи Которые в принципе здравые И я умом понимаю Что мы не всесильны И мы не можем контролировать Все Абсолютно все Но иногда лично Мне очень хочется Контролировать Моих родных Ситуацию Держать под контролем Понимать Что от меня Она зависит И если я вот сейчас Это сделаю То ничего Не распадется Не разрушится Но если в какой-то момент Такой контроль Такой при котором Невозможно дышать То конечно Человек Понимаете в чем еще сложность Что такой контроль Он же вредит И самому контролеру Человек в постоянном напряжении Человек в постоянном Ожидании неприятностей Если ребенок не берет трубку То все Начинаем звонить Милиция Морги И рисуем Такие картины Особенно женщины Любят нарисовать себе Такие картины Что ну Не знаю Любые детективы Просто позавидуют Такой фантазии И конечно Жизнь в стрессе Лен приводит к психосоматике Потому что Вся жизнь в напряжении Что-то случилось Вот 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 Уже Я точно чувствую Что что-то случилось И это конечно Стресс постоянный Вы уже сказали о том Что человек Который когда-то Пережил какое-то расстройство И предательство Ему очень сложно Поверить другим И он пытается контролировать Я правильно понимаю Что это одна из причин Почему человек Пытается контролировать Других Давайте сейчас Вот сделаем маленькое упражнение Дорогие слушатели Вот вы тоже Включитесь в нашу В нашу И сайт нужно будет? Нужно Да Лена Возьми ручку Вот И например Вот сейчас подумайте И вспомните Кого вы контролируете Там Мужа Жену Ребенка Не знаю Что-то еще Что вы контролируете И вот напишите Я контролирую Я постоянно контролирую Там Кого-то Следующее предложение Напишите У меня есть для этого Основание Перечислить основание? Нет Два В прошлом Основание В прошлом Или в настоящем И Три вопроса Ну вернее так Три 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 Возможные Варианты Ответа В прошлом В настоящем Либо нет вообще Ответа Ну то есть Если вы Не нашли Причины Ни в прошлом Ни в настоящем Но вы контролируете Человека То это Скорее всего Была травма В довербальном Периоде Когда еще Человек Не разговаривает Второй вариант Если есть Реальные Причины В прошлом Есть Напишите И Либо Третий вариант Последний Есть Реальные Причины Сегодня На сегодняшний День У вас есть Четкое знание Или там Четкие факты О том Что этого человека Надо контролировать И Давайте Сейчас Немножко Мы про это Поговорим И Попробуем Расшифровать Есть Люди Которым Повезло И у них Нет Таких Травм Ну то есть Детство Прошло Гладко Все хорошо Любящие Родители Жизнь Прекрасно Солнечна И Безопасна И такой Человек Очень легко Доверять Миру Кеннадий О каких Травмах Вы сейчас Говорите Что могло Произойти В том Двербальном Периоде С ребенком Чтобы он В будущем Старался Держать все Под контролем И был Разочарован Например Первый год жизни Довербальный Когда ребенок Не разговаривает Вот именно Это Базовое доверие К миру Оно формируется Первый год жизни Первые 12 месяцев И мама Для малыша Конечно же Это Ну такой Островок Безопасности Рядом Адекватная Здоровая Плодотворная Способная Выполнять Функции И любить Ребенка Мама Она Она Делает Мир Ребенка Безопасным И Ребенок Это очень Хорошо Считывает И накапливает Эту безопасность Но Есть такое Ну например Мама заболела Причем очень резко Да Ее увезли в больницу Но Мы с вами Взрослые люди Можем понимать Что У нее были причины Почему она попала В больницу И мы как-то Это объясняем Ребенку Без разницы Почему Мама исчезла Вот она была И вдруг исчезла Его причины Не интересуют У него Травма Мамы нет Либо Мама Например Находится В послеродовой Депрессии И она Практически Отсутствует Либо Ребенка Отдали Там Не знаю Три месяца Ребенку Его отдают Бабушке И родители Начинают Жить Какую-то Свою Собственную Жизнь Либо Мама Вышла На работу И Резко Очень резко Вот Все Была Была все время Мама Вдруг приезжает Бабушка И мама С понедельника Вышла на работу Бабушка Чужая Для этого Ребенка Хотя Она может Очень сильно Любить этого Ребенка Но она Чужая Другая история Когда все вместе Живут И тогда Можно оставлять На бабушку Потому что бабушка Знакомый Безопасный Объект А когда Резко Кто-то новый Бабушка Дедушка Няня И этого Человека Ребенок Видит первый раз Это конечно же Травма И вот эта Довербальная Травма Это как раз Та ситуация Когда Люди Очень сильно Контролируют Но по нашему Упражнению Они не могут Вспомнить Причину Такой травмы Их Их Никто не бросал Их никто не предавал Они этого не помнят Соответственно Травма Была где-то Вот Ну вот База доверия Подорвана В первый год жизни Первый год жизни Очень важный Вот И второй вариант Что Ну действительно Есть какие-то обстоятельства Которые Влияют На прошлое Вернее Они из прошлого Эти обстоятельства Было предательство И тут уже Может быть Настоящее предательство Измена Например Ну мужчина Который Прожил Прошел через Травму Предательства Измены Со следующей Женой Скорее всего Будет Очень подозрительным Будет Некое Недоверие Безусловно Она не дает Повода Но тем не менее Она не дает Повода Но это его Страхи Это его Переживания Это его Травматический Опыт С которым Он пришел В эти отношения Если он Их не проработал Нам с вами Нужно проработать Новости Мы узнаем Что-то интересное Возвращаемся После них Буквально Несколько минут Вы не переключайте Приемники И я напоминаю Слушателям Радио НВ Что тема Сегодняшней программы Все под контролем Вы можете писать Уже нам на Вайбер По номеру 067 670 2057 Контролируете ли вы Своих родных Зачем вы это делаете Мы будем читать сообщения Но после новостей Все под контролем Это тема Сегодняшней программы Эксперт номер один Геннадий Мустафаев Елена Чебак В студии Вы уже пишете нам На наш Вайбер Спасибо Я сейчас Геннадий С вашего позволения Прочитаю одно сообщение Написала нам Яна наша постоянная Слушательница Добрый день У меня такой характер Что все должно быть Под моим контролем Я про все должна знать Как в школе Так и в своей жизни Окружающей среде Может быть для других Это плохо Что я все вижу Слышу Но мне это не в напряг Нравится быть в роли Так называемого Руководителя Я понимаю со слов Яны Что она школьница Она уже с такого возраста Она контролирует ситуацию Вокруг себя И следит за теми Кто ее окружает Ну знаете Как Есть такая английская Пословица Time will show Время покажет Что будут делать Близкие и родные Яны Когда У нее будет Муж Ребенок Если Яна контролирует Выполнение Там домашних заданий Там расписание Какие-то мероприятия Связанные с учебой И это конечно здорово И прекрасно Вопрос из каких На какой энергии Она это делает Если это на страхе То это не очень хорошая энергия А если я контролирую И это идет из удовольствия Что мне нравится учиться Я получаю удовольствие От всего Что происходит В школе И так далее То это конечно Более здоровая энергия Но мы Сейчас говорим Про Такой Гиперконтроль И гиперконтроль По отношению К другим людям И вот Это как раз Та ситуация Которая может Усложнять жизнь Поэтому Яночка Если у вас все хорошо То я за вас Ну как-то От всего сердца Радуюсь Отвечает Из удовольствия Из удовольствия Ну потрясающе Ну вот Много уважения К вам И я думаю Что контролировать Важно Нужно И если Есть в вашем возрасте Такая ответственность То я С удовольствием Буду вас видеть Нашим президентом Когда-нибудь Если же Контроль Переходит В какую-то Навязчивую идею И становится Идеей фикс Для человека Существуют Предпосылки Для этого И мы до ухода На паузу Говорили Что иногда Этому может Поспособствовать До Вербальная Травма До годовая До До вербальная До Ну годовая И это как раз Базовая Такая Травма Потому что Ну Понять По клиенту Это просто Если человек Говорит Я все контролирую И мы начинаем Искать Причину И он говорит Я не знаю Никаких травм В моей жизни Не было Меня никто Не предавал То это скорее всего Вот Травма Оттуда И Ребенок Тогда Заякорил Эту травму Но он ее Не помнит И соответственно Эта Работа Психотерапевта С С телом Через телесную Практику Через телесные Упражнения Можно с этим Справиться Второй вариант Когда Не завершены Гештальты Ну то есть Были какие-то Ситуации Про которые Человек Помнит Он их может Назвать Но они Не прожиты Они не Завершены Они не Закрыты Эти ситуации Они остаются Актуальными На сегодня Например Мы сегодня Уже говорили о том Что если Имело место Измена Да И кто-то Из супругов Совнимается И это Причиняет ему До сих пор Боли И он об этом Думает Совершенно верно И как будто Человек Присыпает Заливает Я сейчас шучу Немножко Заливает Бетоном Эту травму Говорит У меня все Хорошо Но Почему-то Контролирует Свою жену Так что Она пищит От того что Просто Ну Ревность Патологическая Постоянные звонки На работу Контроль Дай телефон Буду смотреть Что Кто тебе пишет То Тогда надо Значит Травма таки Не прожита Ее надо Доставать И ее Надо проживать Делать актуальной И проживать И это очень важно Потому что Она В подсознании Делает Ну Свою Нехорошую работу А можно Немножечко Я отклонюсь от темы Прожить травму Сколько уходит Времени на то Чтобы ее прожить Невозможно Это сказать Лен Каждого по-разному В зависимости От силы травмы В зависимости Насколько она Уже прожита В зависимости От того Готов ли человек Сейчас Осознает ли он Что 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 мешает ему Как мешает ему Потому что Наша психика Она Очень защищается И часто Прячет И делает Неосознанным Наши переживания Какие-то Мы их можем Просто Не осознавать Кто-то может Пережить Ту или иную ситуацию За год Условно говоря А кому-то Понадобится Десятки лет Ну да Ну я думаю Что не обязательно год Можно и Быстрее прожить Если Ну там Хорошо сотрудничать То можно С этим поработать И Ну там Через месяц Два Три Полгода Уже Уже Меняется Жизнь Качество жизни Меняется И качество Контакта И отношений Соответственно Очень сильно Меняется Вот И третий вариант Дорогие слушатели Или если вы Делали там Свои пометочки То Если действительно Сейчас есть Реальные причины То это Про актуальные Отношения Что-то происходит Сейчас В ваших отношениях Что не дает Вам быть счастливыми То есть Есть какие-то Совбытия Травматические Которые Заставляют вас Становиться Контролером Своего партнера Либо партнерши Например Вы что-то поручили А человек подвел вас И не выполнил Вашу просьбу Как минимум Пошел к другу И вернулся Через неделю Хороший друг Хороший друг Или подруга Или подруга Иди знай Вот И поэтому Такой опыт В настоящих В актуальных Отношениях Он может рождать Огромнейшее количество Фантазий Переживаний И тогда надо Работать про отношения Разбираться Что-таки Что происходит В отношениях Вот Много Много причин Разных И одна из них Например Наследственная То есть Так называемые Социальные эстафеты Шаблоны Поведения Знаете Лена Мы такие Ну вот Такие существа Что мы Подтверждаем Свои концепции Если мама В детстве Рассказывает Что мир Ужасен Мир Спасен Везде Падают Самолеты Любят Друг Друга Все И Кругом Одна Кровь то ребёнок растёт, начинает верить и вырастает с чётким убеждением, что мир самое опасное, что может существовать. Мы как будто программируем его. Мы программируем ребёнка. Если же родители рассказывают, что, ну да, в мире что-то бывает, но мы тебя защитим, мир хорош, вот солнышко светит, тепло, много хорошего в мире. Одинаково, 50 на 50, добро и зло, к сожалению, а может и не надо, но всё равно добро и зло — это вечные категории. Никогда никто никого не победит. Мы должны стремиться, чтобы добро побеждало, делать больше добра. Но если не будет зла, мы ничего не будем понимать про добро. Поэтому вот как устроено представление ребёнка о мире? Повторюсь, если родители говорили, что всё плохо, и если родители говорили, что всё хорошо. И наша психика подтверждает эти концепции. Если я верю, что всё плохо, я буду идти по улице и буду замечать феномены, которые будут подтверждать мою концепцию «всё плохо». другой человек будет идти по той же улице, в то же время, в ту же секунду, и он будет выхватывать из поля феномены, которые будут подтверждать его концепцию, что мир прекрасен, всё хорошо, всё безопасно. Поэтому вот это первая такая основная, ну не первая, но одна из причин – это наследственное поведение такое. Мы уже говорили с вами про личные травмы. И особенно если есть повторение сценария, а женщина, например, женщина находит мужчину и попадает там, не знаю, строит с ним семью и попадает в деструктивные отношения. Она думает, это не тот мужчина, там, уходит из этих отношений. Но она-то не изменилась. Она находит, ну, дубль два, точно такие же отношения, точно такого же мужчину, потому что она не изменилась. Она не проработала свои механизмы, и она опять попадает в токсические отношения. Два раза – это уже, знаете, как система, да? Уже не случайность. И тогда она начинает генерализировать идею, что все мужики – козлы. Вот все просто. Не задумываясь над тем, что может быть что-то с ней не так. Да, совершенно верно. К сожалению, не задумываясь над тем, что может быть что-то с ней не так. С мужчиной все точно так же. С мужчиной все точно так же. Если мужчина подсознательно ищет женщину, которая будет делать больно в отношениях, то он точно так же генерализует и будет говорить, что все женщины вот такие вот, одинаковые. На самом деле нет. Все женщины и все мужчины разные. И, ну, безусловно, нельзя всех обобщать. Это несправедливо. Вот. Один из вариантов, это такая, ну, во-первых, вера в справедливость, а во-вторых, столкновение с такой глобальной несправедливостью, когда теряется доверие к миру вообще. Я, знаете, Лен, вот такой спорный вопрос. С одной стороны, мы верим в справедливость, а с другой стороны, я справедливость не верю, вернее так, я в нее верю, но я думаю, что она у каждого своя. Абсолютно согласна. Понимаете? И тогда считать, что моя справедливость большая справедливость, чем чья-то, это уже несправедливо. У нас же нет шкалы, которая определяет уровень справедливости. Каждый человек равняет ее по своим поступкам, эмоциями, знаниям. Вот я верю, что есть некие истины, это да, но справедливость у каждого своя. Кто-то говорит, что, ну, несправедливо, если ты сильнее, то несправедливо, что ты забираешь у меня что-то. А другой в его реальности. А почему несправедливость? Это абсолютно справедливо. Я работаю, старался. Я сильнее, я могу, да. Я имею право у тебя забрать то, что у тебя есть. И это считается, ну, у каждого своя справедливость. Поэтому, ну, такой философский вопрос. Еще одна из причин, почему люди становятся контролерами, это причина такая, можно ее назвать так, из чувства собственной ненужности. Вот ничего я не контролирую, как будто я никому не нужен. Меня никто не замечает. А вот уж как начну я контролировать, и уж все увидят, что без меня ничего невозможно. Вот вода не святится без меня. Со мной все будет хорошо. Вы знаете, такие люди, они сразу же выделяются из толпы, и они немножечко выглядят нелепо. Это как? Как вы их замечаете? Когда человек пытается, как вы говорите, контролировать в те моменты, когда он не должен был этого делать. И многие вокруг удивляются, почему ты, и почему ты берешь на себя такие обязанности. Да, да. А еще, как бы, если мы говорим про детские причины, то ребенок, росший в стыде и в вине, он вырастет контролером. Потому что, прожив опыт стыжения и винения, вот что-то я сделал не так. Про что-то забыл. И, ну, извините, мои дорогие слушатели, и я, вот за такой мой жаргон, и я стратил. И меня родители застыдят, завинят, и, конечно, я буду переживать очень непростые чувства. Что я буду делать в следующем? В дальнейшем? Контролировать. Я буду все контролировать, чтобы никогда не встретиться с этим стыжением, чтобы меня никто никогда не застыдил. И, конечно, это очень усложнит мою жизнь. Важно говорить о том, что контролирование вредно для самого человека. Оно вредит ему. Контролеры живут в постоянном стрессе, и это очень усложняет их жизнь. Это в том случае, если этот контроль, он превышает какие-то допустимые границы, и это гиперконтроль. Это неразумный, это неразумный контроль. Дорогие слушатели, хочу, чтобы я был внятен и, ну, понят. Конечно, маленьких детей надо контролировать. Но очень важно понимать меру контроля. Чем старше ребенок становится, тем больше ему необходимо давать право на его ошибки. Потому что не сделав ошибок, не пройдя свой путь, человек не получит опыта. Он не станет взрослым. Он будет жить в своем инфантильном мире, когда за него все контролируется, за него все решается, все объективные решения принимаются за него. Поэтому чем старше дети становятся, тем больше мы им даем свободы. Вот грань, это должна вам ваша интуиция подсказывать. Либо приходите на консультации к специалистам и получайте четкие рекомендации, рекомендации, в каком возрасте, что можно давать ребенку. Из своего опыта, можно я вас здесь остановлю, если меня контролирует, это некая зажатость, на тебя постоянно давят, 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 и в какой-то момент ты как пружина, тебя это достает, и ты выстреливаешь. Абсолютно. Лен, ну прямо в десятку. Вы попадаете. Особенно это с подростками происходит. Чем больше мы продавливаем, контролируем подростка, тем больше они начинают сопротивляться. Но если мы сломаем подростка, ничего хорошего из этого не получится, потому что он станет послушным, но бесхребетным. А если у него сильный позвоночник, то мы его не сломаем, но так разозлим, что нам мало не покажется. Я не хочу вас злить, но мне придется вас на пару минут остановить, для того, чтобы мы узнали свежие новости. Жалко, что я уже не подросток. Геннадий Мустафаев и Олена Чебак. Только спокойно. Геннадий Мустафаев, Елена Чебак и тема программы «Все под контролем». До ухода на паузу мы говорили о том, как родители контролируют детей и чего не стоит делать. Я сейчас буквально пару минут хочу прочесть сообщение, которое приходит на Вайбер. 067-670-2057. Пишет нам Владимир. Есть категория людей, которые понимают только себя и все определяют в жизни по себе, как я, так и все. А есть, которые понимают других с их индивидуальностью. Вот таким образом он объяснил чувство контроля с его точки зрения. Не возражаете? Не возражаю, да. И еще нам пишет Василий Иванович. Способен ли выходящий из берегов контроль содействовать тому, чего контролер хочет не допустить? Я так понимаю, что кто-то что-то делает, пытается остановить, и ему это в помощь, либо же нет. Очень сложно. Закрутил. Давайте еще раз прочитаем. Способен ли выходящий из берегов контроль, гиперконтроль, содействовать тому, чего контролер хочет не допустить? Да, конечно. Ну, вот мы закончили, да, спасибо. Мы закончили на том, что гиперконтроль подростка приводит к обратному эффекту, что все выходит из-под контроля. Совершенно верно, спасибо. Очень золотые слова. И если говорить про отношения детско-родительские, этот контроль, то тут, конечно, очень важно говорить о том, что надо доверять своим детям, ну, своим подросткам, их воспитывать, говорить с ними, чтобы даже если им кто-то на улице предложит, знаете, как вот в тех знаменитой фразе секс, наркотики и рок-н-ролл, то, ну, это иллюзия, что мы можем 24 часа в сутки контролировать подростка. Наша задача его не контролировать, а наша задача сформировать у него четкую позицию, при которой бы даже если ему кто-то что-то и предложит, то он не кинется в омут с головой на первую попавшуюся там наживку. Он будет четко понимать, что да, я могу это попробовать, но я понимаю, какие будут последствия. И вот наша родительская задача сформировать у него вот эту четкую, внятную позицию, в которой будут понятны последствия тех или иных действий. И способность делать взрослые выборы, ответственные выборы. Я всегда говорил, что делать можно все, что угодно, но важно понимать, что ты делаешь, и брать за это ответственность. Поэтому научить ответственности за поступки, вот наша родительская задача. Но почему-то родители не доверяют мудрости своих детей и решают за них все. В какой университет будет поступать ребенок? И это же способ справиться с родительской тревогой, потому что не всегда выбор университета родителями делает человека счастливым. Он идет, куда ему говорят, но, как правило, такие выборы заканчиваются вторым высшим образованием, потому что человек не любит эту работу, она ему не нравится. И уже будучи взрослым и в своей голове допустив мысль, что я никому ничего не должен, имею в виду родителей, пойду-ка я на Андреевский спуск свистульки продавать и буду счастлив от этого. Но, как правило, в таких ситуациях, когда родители навязывают свою точку зрения, они объясняют это своим беспокойством, желанием уберечь, обезопасить и создать самые лучшие условия. И говорят, что если ты будешь, грубо говоря, экономистом, будет у тебя в жизни счастье. Если ты будешь артистом, Боже, упаси. А если я буду несчастным экономистом и счастливым артистом, есть разница для меня? Но они же звучат так. Я же хочу для тебя лучшего. И это не всегда здорово, потому что, конечно, важно с родителями советоваться и в выборе университета, и на ком жениться, или замуж выходить. Но иногда родители делают очень большие ошибки, заставляя, создавая браки, браки, в которых нет любви, или заставляют человека учиться той профессии, которая сделает его просто несчастным. Он будет страдать от этой профессии. Но зато престижная профессия, которая не нравится человеку. И я думаю, что это очень... Я бы не хотел так поступать со своими детьми. Не будем так поступать. Я напомню слушателям радио НВС, студийный номер 237-0353, код города Киева 044. И у нас к вам единственный вопрос. Контролируете ли вы своих родных? Если да, то зачем вы это делаете? Точно так же вы можете писать на Вайбер 067-670-2057. Мы будем читать ваши сообщения. Геннадий, а у меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто больше контролирует, мужчины или женщины? Я думаю, Лена, что это не вопрос гендера. Контроль совершают и мужчины, и женщины. Все зависит от пережитого опыта, от черт характера. И хочу сказать, что вот эта способность, вернее, желание все проконтролировать, это привычка, от которой можно избавляться. Вот прямо таким, знаете, волевыми усилиями можно избавляться от желания все проконтролировать. Но человек же может не осознавать, что он занимается не контролем, а гиперконтролем. Ему кажется, что это нормально. Как ему понять, что он переступает грань и все возможные границы других? Лена, если человек чувствительный и он в ладах с окружающей средой, то окружающая среда в виде детей, жен, мужей будет сообщать, что ну вот не надо так прямо каждый шаг мой контролировать. Подросток будет криком кричать, я уже взрослый, оставьте меня в покое, и я буду делать свои ошибки. И ну важно прислушиваться, что если женщина контролирует своего мужчину каждый его шаг, то он же должен звучать, говорить про это. Второй вариант, что он может этого не говорить. Понимаете, вот в чем же разница? Если, например, родился мальчик, и его мама была контролирующей такой, и этот мальчик рос в таком вот гиперконтроле, то он скорее найдет себе дубль два маму, жену маму, которая будет его контролировать, и ему будет комфортно в этих условиях. Ну, он так привык, ну, для него все хорошо. Но если вдруг ребенка никто там гипер не контролировал, а вдруг жена попадается очень контролирующая, то как вы думаете, что будет делать такой мужчина? Да он будет сопротивляться. Если у него хороший позвоночник, он будет сопротивляться. Либо же он может уйти в трудоголизм, например, либо же уйти в игроманию, либо же в алкоголизм, либо же к другой женщине убежать из этих отношений. И тогда, ну, важно, чтобы женщина могла прийти к специалистам и разобраться, а почему муж-то сбежал? Что происходило? Может, меньше надо было в бинокль за ним каждую секунду смотреть? Либо наоборот, вот если мы говорим про то, что девочка привыкла, что за нее принимаются все решения, что все контролируется такими опекающими родителями, и она попадает под крыло достаточно контролирующего, проверяющего, и такое, сейчас кавычу слово, заботящегося мужчин, то ей там ок, хорошо. Она и будет осознанно искать такие отношения. И, ну, да, ну, ей там будет комфортно в этих отношениях. Но если произойдет обратное, и она найдет мужчину, который ее не контролирует, то она будет переживать это как нелюбовь. А почему он мне не звонит десять раз на работу? Наверное, он меня не любит. И, ну, там тоже будет появляться напряжение. Геннадий, возвращаясь к нашим детям, контроль детей. Если родители устанавливают над ребенком гиперопеку, гиперконтроль, это тогда происходит минус ответственность со стороны ребенка? Безусловно. Ребенок растет инфантильным. Зачем ему что-то контролировать, когда все проконтролируют другие люди, взрослые, и обеспечат безопасность? Мне не надо контролировать, за меня все порешает, думает он. И это, конечно, делает его инфантильным. Это не дает ему, такая ситуация не дает возможности получать опыт, делать свои ошибки, учиться исправлять эти ошибки и тем самым взрослеть. Нам пишут, слушатели написала нам Юлия, она пишет о том, что она контролирует своего мужчину только по той простой причине, что в прошлом у нее была травма, ее предали. И тогда, если ваш мужчина, Юля, если ваш мужчина, ему все хорошо с вашим контролем, тогда, ну, нет конфликта. Если же ваш мужчина страдает, и он звучит, что ему не нравится так, что он бы не хотел, он бы хотел больше доверия, больше принятия, то тогда, Юля, вам надо с этой травмой разобраться, вам надо ее идти в терапию, идти к психологам, к психотерапевтам, проработать эту травму, и качество ваших отношений изменится в лучшую сторону, и качество жизни, соответственно. Это возможно, если мы обратимся к нужным людям, которые нам помогут? Безусловно. Пишет нам Владимир, часто бездумные поступки одного провоцируют на контрольные действия другого, и в этой ситуации вина обоих. Да, ну, согласен, абсолютно согласен, такая, получается, ну, отношения, они же взаимо такие зависимые, и если один провоцирует что-то, то другой включается, и формируется замкнутый круг. Пишет Наталья, у нее вопрос к вам, Геннадий, есть ли дочка в 16 лет контролирует все, даже маму, после того, как отец ушел из семьи, что мне делать? Вот, и вот это как раз травма, дочь переживает свою травму, скорее всего, я сейчас фантазирую, не знаю, было бы интересно пообщаться, как это все происходило, если развод проходил неконструктивно, со скандалами, с агрессией, и девочка переживает развод, уход отца, как травму брошенности, то, скорее всего, она будет все контролировать, чтобы, не дай Боже, это все не повторилось, и, скорее всего, мужчина, который попадется в жизни этой девочки, он должен будет пройти через определенные жесткие испытания. Я правильно понимаю, что в этой ситуации обоим девочкам, маме и дочери, лучше обратиться к специалисту? Абсолютно. Это идеальный вариант обратиться за поддержкой и помощью. Наталья, вы услышали, я надеюсь, что Геннадий ответил на ваш вопрос. У нас остается несколько минут. Я бы хотела, знаете, что сделать? Провести вот такие два сравнения. Положительные стороны контроля и отрицательные. Что хорошего в контроле и что плохого? А мы же начинали, Лен, с этого. Понимаете, все хорошо без фанатизма. Все здоровье, оно должно быть в средних показателях. Высокое давление плохо, низкое давление тоже ничего хорошего. Поэтому точно так же и с контролем. Если его вообще нет, это нездоровая ситуация. Маленьких детей надо контролировать. Какие-то ситуации, конечно же, надо контролировать. Гиперконтроль, когда нет воздуха, а каждый шаг контролируется, это тоже крайность, которая усложняет нашу жизнь. Поэтому, дорогие слушатели, контролируйте, но без маниакального такого желания владеть жизнью другого человека. Что поможет нам сохранить покой? Вот какие-то рекомендации, возможно, практики от Геннадия Мустафаева? Для начала давайте я скажу, вот где, вот еще закончу мысль, где патология, где нет. Если мы говорим про взрослых людей, то, мне кажется, контролировать другого, это уже патология. Наша задача, здоровость, заключается в том, что мы контролируем себя. Себя, свое поведение, свои поступки, свои действия и так далее. А если мы начинаем контролировать другого человека, вот это не очень здоровая штука. Если говорить про рекомендации, Лен, дорогие слушатели, доверие к миру. Доверие к миру базируется на доверии к себе. Если вы доверяете себе, и у вас есть уверенность, что я могу на себя опираться, соответственно, вы начнете опираться и на других людей, и доверять им. И, ну, это про здоровую самооценку, когда я знаю, что я могу, и я четко понимаю свои ограничения. И тогда понятно мне, понятно моя идентичность, мои возможности и мои ограничения. И они очень помогут доверять миру. Дальше очень важно завершать, ну, формировать в себе чувство безопасности, поисследовать историю своей жизни, завершить незавершенные ситуации, так называемые гештальты, попроживать их, мысленно достать их и сделать актуальными и прожить. И это, конечно, очень облегчит нашу жизнь. Важно развивать в себе гибкость, гибкость мышления, принятие. Если гибкость развивается, соответственно, развивается принятие. И когда мы научаемся принимать других людей с их недостатками, с их какими-то особенностями, это очень облегчает нашу жизнь. У нас исчезает желание переделать другого человека. Мы этого делать не будем, пишет нам Яна, она благодарит за программу и просит в следующих выпусках взять темы психосоматику. Мы непременно это сделаем. Мы уже когда-то делали, но мы можем повторить обязательно. Не повторить, а сделать ее по-другому, более интересной. Под другим соусом. Да. Я думаю, что где-нибудь в апреле мы обязательно ее обещаем. Обещаем. Все под контролем. Это тема сегодняшней программы. Я напоследок традиционно прошу Геннадия Мустафаева цитату. Цитату. Две. Вот не мог не удержаться. Первая цитата Дугласа Адамса, она звучит так. Можешь не волноваться. Все выходит из-под контроля самым лучшим образом. И вторая цитата. Автор ее Лариса Рига, она написала, что контролируя всех и все, человек перестает контролировать самое главное меру своего контроля. Придерживайтесь мерой, не контролируйте своих родных, наслаждайтесь жизнью. Геннадий Мустафаев, Евгений Чубак. Ровно через неделю мы услышимся на радио НВ. Доброй ночи вам.